Всем привет, друзья! Вы на канале Типа АТОП, меня зовут Дима, и это невероятные суперспособности у людей от ВТ-факта. Подборка историй, и мы прямо сейчас летим её смотреть. Перед началом не забудь подписаться на мой канал, если ты вдруг ещё не подписан, ведь у меня цель 200к до следующей зимы. А также залетай в мой телеграм, там все новости, всякие кружочки, эксклюзивы. Всё обо мне и моих каналах там, подписывайся, и погнали смотреть видосик. Вы видели человека, бегущего на луну? Или бабушку, не чувствующую боль? Вокруг нас ходят обычные на вид люди, которые обладают невероятными способностями. Что значит бабушка, не чувствующая? Вообще не чувствующая? Даже если сказать «бабушка, я не голодный» и бабушка... Готовы удивляться и вдохновляться? Я обижу вам невообразимо талантливых гениев и крутейших силачей, которые вас развлекут и удивят. Серьёзно, это видео вас впечатляет, потому что мы посмотрим на настоящих людей с самыми разными сверхчеловеческими способностями. Погнали! Я так, а блин, был лёгкий флекс, а у меня всё, понимаешь, всё стёрлось перед глазами. Я уже думаю, почему меня не записали. Никакого таланта в особом не обладаю, но хотелось бы, понимаешь. Не осуждайте меня за то, что я пропустил лёгкий флекс, сейчас уже просто почти ночь. Но я сел всё равно снимать для вас видосики. Крепкие зубы. Знаете, какая у меня способность? Бественная улыбка. Мои зубки... Тот ещё эффект на женщин. Но зубы малазийца в виллу Радхакришнана могут притягивать не только внимание дам. В 2003 году он умудрился протащить ими два пассажирских поезда, которые весили 260 тонн. Ого! Но не откусил ли он больше, чем мог проживать, так сказать? Как человек может тащить поезда весом почти 300 тонн? Но это ж не только в челюсти вопрос, это в шейных мышцах, спине, я не знаю, куда ещё идёт на ушко. Только с помощью крепких зубов. Это ведь невозможно. Но он не сдвигал весь этот вес. Это было бы поднятием тяжестей. В смысле? Создать достаточно силы, чтобы противостоять сопротивлению колёс. Дело в том, что колёса с шинами слегка сдавливаются под весом во время движения, а это увеличивает сопротивление. Колёса поездов из стали. И обладают десятой долей сопротивления колёс машин. И их легче тянуть. Ну, то есть, типа, на то время он казался всем супергероем. Пока как бы все в школу не пошли. Хотя 2003 год, должны ходить уже. Умоляют ли... Но снова-таки смотря где. Это подвиг к Виллу ни в коем случае. Но как ответственный человек, я попрошу вас не сдвигать зубами машину своего папы. Даже не собираюсь. Профи. А стоматология... Был бы папа. Блин, ничего смешного. Не дешёвое удовольствие. Не считая подделок из Турции, конечно. Беги, Янис, беги. Каждый год свыше миллиона человек пробегают марафон. Так. Это 0,01% населения мира. Для многих 42 километра – это пик спортивных достижений. Но некоторые безумцы, как Янис Курас, хотят большего. Намного большего. Он пробежал первый марафон в 77-м году. А к 83-му умудрился завершить 25 забегов. Хорош. Безумцы было мало. Тогда он обратился к ультрамарафонам. Да, такие существуют. Типа вообще бежишь без остановки, да? Первым ультразабегом стал Спартатлон, в котором повторяется путь Фидипида, афинского гонца в 490-м году до нашей эры пробежал… Глянь, в натуре это очень много. Так вот, на секундочку. …жавшего из Афин до Спарты за день. Ожидалось, что участники преодолеют 246 километров примерно за 27 часов. И это минимум. Но Янис добежал за 21 час 53 минуты. 250 километров меньше, чем за сутки? Подожди. Надо математика. Это реально вообще? Средняя скорость бега, ну давайте 12 километров в час. Чисто ради прикола. 12 километров в час. Мы бежим 21 час. Бля, хамуха, реально получается. Только получ… Шо, не попить ничего, не попить водички? Нормально так прожал! Это было так быстро, что его обвинили в обмане. Тогда он вернулся год спустя. Я вот тоже, как бы, понимаешь первую мысль. Как? И закончил забег за 20 часов 25 минут. С ума сойти. Это впечатляет, однако в 2005 году, в возрасте 49 лет, он побил собственный рекорд в шестидневном забеге Клифф Янг, который установил 21 год назад. За 6 изнурительных дней Янис преодолел 1035 километров. Может, есть какой-то секрет. Может, он горохового супа навернул перед… Бустик приобрел на начале или под конец там и в средине. Много больше других участников. Янис объяснил свой секрет успеха так. Когда другие устают, они останавливаются. Я – нет. Я управляю телом-разумом. Я говорю ему, что оно не устало, и оно слушается. Это настолько… Ну, в этом есть правда. Это он не первый, не последний, который от головы это все делает. Ну, это что, столько лет практики надо. Стоящий Форест Гамп. Только в фильме Форест пробежал всего 24 тысячи километров. Поклонники подсчитали, что 67-летний Янис пробежал за свою жизнь расстояние до Луны. Представляете? Это даже вдохновляет. Мне, например, захотелось надеть кроссовки для бега. Но у меня-то начнется одышка, пока я завязываю шнурки. Могучая Микося. 998. 999. Тысяча. Так. Я отжимаюсь, да. Блин, я смотрю, думаю, волны, наверное, считает. Я делаю по три в день, но начинаю считать с 998, чтобы мышцы думали, что они много работали. Молодец. Я хочу стать как носильщики Микося из Японии. Эти силачи носят святилища, которые и называются Микоси, по любой местности на деревянных полонкинах, лежащих на плечах. И это нелегко. Вес таких Микоси может достигать 1100 килограммов или больше одной тонны. Это вес Тойота Приус. Разумеется, если носить на плечах... Подожди, ну сколько их там? Все равно вес разделяется на каждого по чуть-чуть, в зависимости от того, если никто не филонит там по пути. Ну если там человек 25. Ну человек 25 поднимет машину при желании. Ну и пронесет. Сколько это там, если еще они тренировались специально для этого. Такую машину, это сильно повлияет на тело. Самые преданные носильщики Микоси ходят с большими мозолями или Микоси Дака на плечах. Да, такое. Вот это преданность делу. Но для них это не уродство. Микоси Дака это символ гордости, который показывает приверженность людей религии. Это ужасно. И так уж и не только в Японии. Каждый год в Неаполе в католическую фесту да и жигли носят гигантский обелиск. Тоже на плечах людей. Е-мое, если он вот так вот лепнется. Приближение к Богу окажется намного быстрее, чем кажется. За то, что он выше 24 метров, а весит он и вовсе 2,5 тонны, желающих нести его очень много. Держащие его мужчины зовутся Кулатори. И как и у носильщиков Микоси, у них появляются большие мозоли. Посмотрите на это. Не, я не хочу. Ну зачем ты мне это показываешь? Особенно перед сном. Преданность этих людей своим религиям по-настоящему вдохновляет. Наверное, завтра я начну считать отжимания с 997, чтобы поупражняться побольше. Знаете, над чем я еще тружусь? Над контентом для Ютуба, конечно. Я готовлю очень... Прожмякайте подписочку. Подписаться, чтобы оставаться в курсе. Мне тоже... Ну, вы знаете, что я буду вам рассказывать? Вы все знаете. Вы у меня самые лучшие. И вы не пожалеете. А теперь продолжим. Давай. Постоянный рост. Если бы я не ел больше одного дня, то съел бы свои волосы. Но прохлад Джани, индийский монах, заявил, что он смог прожить, не употребляя ни пищу, ни воду на протяжении 70 лет. Чего? Джани... Может, что-то там какой-то тоже есть свой секретик, понимаешь? И придерживался так называемого солнцеедения. Духовной практики, которая утверждает, что организм может работать за счет света солнца, воздуха и все. Фонд фотосинтезировал. Да, а что ему как бы? Все нормально. Это физически невозможно. Как такое может быть? В 12 лет Джани пережил некое духовное явление. По его словам, сама богиня Амба дала ему воду, которая стекала через отверстие в его небе. В теории человек... Так, ну то есть он пил. Просто ему какая-то богиня там что-то дала. Человек может прожить без пищи на протяжении пары месяцев. Но без воды он высохнет и превратится в соленый крекер всего через неделю. Однако Джани проверяли дважды разные исследователи в первый раз 10 дней, во второй раз 15, и оба раза он оставался физически нормальным, хотя ничего не употреблял. Примечательным был только уровень лептина и грелина, гормонов, которые отвечают за аппетит. Судя по этому уровню, у Джани была адаптация к голоданию и жажде. Получается, он говорил правду? Но нет. Точнее, не совсем. Так. Диэссенциеды делали похожие заявления, и они оказались мошенниками. К тому же условия проверки были сомнительными. Может, он тайно заказывал еду? Что думаете вы? Джани правда не ест и не пьет или обманывает? Мне кажется, обманывает. Но это нереально. Ну как это? Вы можете себе такое представить? Каким бы ты там святым, чем бы ты там ни был быть, тебе по-любому надо будет жрать, потому что если ты не будешь жрать, не будешь ходить в туалет, а это все минус почки, минус кишечник, минус печень. Вдох-выдох. И мы опять играем в любимых. Махайн. Вы, наверное, не знаете эту песню. Сказку про трех поросят и большого волка, который сдувает все их домики. Это ведь просто сказка, правда? Чтобы получить поросенка, нужно дунуть. Но иногда даже сильно дунуть не помогает получить поросенка. Ни у кого нет такого... Об этом у нас учит сказка. ...мощного дыхания. Но есть Брайан Джексон. Этот человек стал своего рода культовой фигурой благодаря силе своего дыхания. Посмотрите. Вы знаете, я не удивляюсь, потому что мой одногруппник делал то же самое. Он реально при мне вот так вот взрывал грелку. Ну вот так вот не надувал, но реально я видел, как он ртом взорвал грелку. Просто, наверное, грелка была хреновая. Может быть, она и надулась бы. Вау! Он надувает грелку, как воздушный шарик. Но это еще не самый крутой трюк. В 2014 году он подул так, чтобы поднял джип весом свыше полторы тонны на восемь сантиметра. Как он это сделал? В смысле? Подул в трубку, прикрепленному к надувному мешку под машиной. И силы его выдоха хватило, чтобы поднять джип. Поразительно. Ну так вот. А разве так каждый не может делать? Или, получается, давление машины нужно преодолеть своими легкими? Он может послать жене воздушный поцелуй за 10 километров. Но у такого феноменального дыхания есть и недостатки. У тех, кто много дует, щеки становятся большими и пухлыми из-за работы. У тех, кто много дует, у них разные ситуации случаются в жизни. Не всегда это хорошо заканчивается. Друзья, пожалуйста. И вы понимаете, к чему я веду? Не надо. Не надо. Не начинайте даже. Даже если, друзья, даже лепший брат тебе будет говорить, да все нормально. Не надо. Все начинается баловством, а заканчивается плохо. Они так часто выдыхают воздух с большой силой, что щечные мышцы, которые напрягают щеки и соединяют их с зубами, деформируются. Из-за этого внутри образуются воздушные карманы. Одним из самых известных примеров был трубач Диззи Гелепси. Во время обучения он никогда не контролировал щеки. И когда он играл, они надувались вместе с шеей до невероятных размеров. Круто, но выглядит довольно-таки страшно. Как эти мозоли у этих типов. Не спящий ньок. Я могу заснуть где угодно. Один не жрет, другой не спит. Интересно, продолжай. Серьезно. В супермаркете у парикмахера иногда я даже не могу подняться по лестнице. Но для ньокота из Вьетнама долгий сон это недостижимая мечта. Все потому, что после перенесенной в юности лихорадки он якобы не спал свыше 60 лет. Ого. Как такое может быть? Никак. Я не спал одну... Есть болезни, которые просто не позволяют тебе увидеть сон. Но в данном случае тут скорее что-то другое. Ночь в университете это было ужасно. После 72 часов без сна мозг начинает галлюцинировать и слышать то, чего на самом деле нет. Значит, у Ньока сплошные глюки? Нет, удивительно, но он здоров. Свободное ото сна время он проводит на ферме или с заготовкой рисового вина, которую он продает, получая доллар в день. Что касается причин бессонницы, никто не знает. Он никогда не ходил к врачу и отказался от тысяч долларов, которые каналы предлагали за съемку. Это подозрительно. С одной стороны, он может что-то скрывать, но ведь он не наживается на этом. Может быть, 60 лет без сна сделали его ворчливым и он не хочет, чтобы его снимали какие-то люди. Скорее всего, Ньок все-таки испытывает так называемый микросон. Это защитная мера, когда мозг выключается на несколько секунд, если человек давно не спал. Но он при этом считает, что он не выключается. Сидел и сидел раз-раз, ну там, две минуты провалился, а потом пять минут провалился. А для него что? Его ж никто не тревожит. Он считает, что ничего не произошло. Вы даже не заметили, что это происходит. Ну, я так считаю. Если у вас есть другие версии, можете поделиться ими. Все, кто засыпал вдруг случайно, а потом те поймут, что это весьма реалично. Настоящий полиглот. У всех есть друг, который немного глуповат. Если вы... А если его нету, то пора задуматься. Может быть, этим другом являешься ты. Думаете, что все ваши друзья умные, то такой друг. Блин, повторил. Это вы. Но даже моя бесконечная мудрость не сравнится с гением Дэниелом Таммитом. Этот британец запомнил первые 22514 цифр числа Пи за 5 часов 9 минут. И ему это легко. У Дэниела синдром Саванта. Типа, когда ты ничего не забываешь. Ха, ну, послушай, можно было бы все, что хочешь запомнить. Он запомнил самое ненужное в мире. Не знаю, ну, ключи шифрования. Господи, ну, я не знаю, я не задумывался об этой теме, но если при желании можно подумать, найти какие-то моменты, которые бы помогли тебе. Вот твоя феноменальная память, чтобы там ты баблишко заработал, еще что-то там, где-то кого-то нажухал. То есть его способности намного превышают способности среднестатистического человека. В детстве у него были приступы эпилепсии, и после них появились эти умственные способности. Ну, что тарею просчитать? Нет, надо именно вот считать число Пи запоминать. Мел видит цифры и символы не так, как мы. В его мозгу у каждого числа до 10 тысяч есть уникальный цвет, форма и текстура. 117 – высокий, долговязый и красивый, 289 – уродливо, а один мигает белым светом. Образное мышление, все, на этом можно заканчивать. Здорово, что сказать. Но от других очень классная тема. Дэниел отличает то, что он может описать мыслительный процесс. Обычно саванты не способны нормально общаться, однако Дэниел может объяснять свои ощущения. И не только на английском. Он знает 11 языков, включая эстонский, финский, французский, немецкий, литовский, эсперанто, испанский, румынский, валийский и исландский, которые он, кстати, выучил за неделю. Ну да, живу, собственно. Он любой язык может вот так вот выучить. Вот тут бы его применять, понимаешь? За него должны биться корпорации, чтобы направить его в правильную сторону, и он для них зарабатывал деньги. А я не смог выучить испанский в школе. Я только... Я в Универе. Оля, я сую на гранде перито калиэнте, порфавор. Нормально. Крепкоголовый Джон. Я очень часто вижу людей, которых как будто весьма сильно ударили по голове. А где ты, просто ради интереса? Мне, например, такие не встречаются. Я, может быть, даже рад. А ты говоришь постоянно. А где ты живешь? Вам такое знакомо? Нет. Профессиональному рестлеру Джина Феррара или Джина Мартина не надо об этом беспокоиться. Его череп в 2,3 раза толще, чем у обычных людей. При толщине в 16 мм он может биться головой почти, а что угодно. Он разбивал шлакоблоки, забивал гвозди и даже установил рекорд по разбиванию 45 бетонных плит над головой, сбросив на них несколько шаров для боулинга с высоты 3 метров. Интересное развлечение. Джон знал свои способности еще подросткам. Поссорившись с братом, он бегал за ним по всему дому и случайно проломил массивную дубовую дверь, но при этом никак не пострадал. Его мама вряд ли оценила. Если вы думаете, что ваша голова крепче Джона, хорошая новость. Я не собираюсь проверять, точно с ним драться не захочу. Он устраивает соревнования и заплатит тому, кто нокаутирует его головой 5000 долларов. Так, мне пора собирать вещи, у меня намечается отпуск. А я забыл сказать, что счет Джона сейчас 11. Блин, классно было представить, те, кто хотели с ним посоревноваться, тоже ставили ставку, и он зарабатывал бы нормально на этом. То как бы получается, как будто игра в одни ворота. Ноль. Подождите, я забыл, кто я такой? Да. Доктор Демкина, если бы вы могли выбрать, какую способность вы бы взяли? Сверхскорость? Суперсилу? Я бы хотел... Путешествие во времени. Что выбрали бы вы, обязательно напишите в комментариях. Переноситься на неделю в будущее, чтобы... Ну, скажи, почему мы постоянно совпадаем с ним? ...бовернуться и сделать выигрышные ставки. Гениально, правда? А вот россиянка Наталья Демкина утверждает, что у нее самая крутая сверхспособность. Рентгеновское зрение. Точнее, она может увидеть внутренности тела без какой-либо операции. Когда она общалась с женщиной, пережившей авиакатастрофу, Наталья увидела ее переломы и металлические штифты, просто посмотрев на нее. Также она смогла заметить язву в желудке у врача. Зачем это? Аха! Как она это делает? В смысле? Так это не... Ну, шо это? Так она и небо, получается, видит по-другому, потому что все эти фотографии, которые нам шлют от этого красивого радужного сияния, где дымка разноцветная, поняли, да, какие картинки с космоса? Все это искусственно насыщенные картинки специально для нашего глаза, потому что наш глаз не способен уловить эти спектры. А только специальный рентгеновский телескоп делает такие фотографии. Так чувиха получается напрямую, так вот смотрит, у нее небо ночью разноцветное. Вероятно. Или нет? На самом деле Наталья часто ошибается. Некоторые критики считают, что она не видит главные проблемы. Те диагнозы, которые ставит Наталья, всегда отличаются от проблем, из-за которых к ней пришли пациенты. Нередко люди сосредотачиваются на ее верных выводах, но не замечают ошибочное. Такое же бывает с экстрасенсами и их предсказаниями. Ну, понятно. Наушники. Всякое может быть. Жизнь без боли. Так, бабушка. Да, слухи правдивы. Я очень крут. Например, я закатываю рукава и дерусь с медведями. Ну да, это плюшевые медведи, но их было четверо против меня. Что? С чего мы начали? Сам себя похвалил, потом сказал, что дерется с медведями. Они будут так же крут, как моя героиня. Возможно, это крутейший человек. Это Джоан Кэмерон. Я знаю, что вы сейчас думаете, это же просто милая старушка. И вы правы. Но у Джоан есть одна примечательная сверхспособность, которая ее выделяет. Она почти не восприимчива к боли. Из-за мутации в генах Фаах и Фаахаут, которые определяют внутренние пути передачи боли и тревоги, уровни активности ферментов, которые передают эти чувства, сильно снижаются. Кажется, что Джоан знала бы о своей мутации, но она понятия не имела, что такая особенная, пока ей не исполнилось 65. После... В смысле? То есть ее не пугало, что она там могла упасть, порезаться, еще что-то, забиться коленком, мизинцем пройтись прямо в тумбочку и типа пойти дальше, а все остальные при этом почему-то падают и у них слезы идут? В операции на руке врачи предупредили ее, что у нее будет легкая боль. Но бабушка из стали ничего не почувствовала. Помните, я сказал, что мутация влияет на восприятие боли и тревоги? Ну да. Но Джоан не ощущает и эмоциональную боль. Она не беспокоится и не боится. У нее нет адреналина, депрессии или стресса. Так она получается способна на любые решения. Она не поддается эмоциям, когда делает выбор. Это черт возьми, блин, можно дойти до нереальных каких-то высот. Это просто спокойная и жизнерадостная старушка. Кажется, она упустила прекрасную возможность стать каскадершей. Да много чего. Повелитель пчел. Вода. Возг. Земля. Огонь. Огонь. Когда-то четыре народа жили в мире. Блин, ну это хорошо. Вот за аватара лайк. Однако все изменилось, когда один аватар, профессор Норман Гэри, освоил владение пятым элементом. Пчелами. Пчелами, да? С тех пор он стал известен как пчелотар. Ну, по крайней мере, так я буду его называть. В общем, армия пчел Гэри не сможет защитить нас от народа огня, но его способность... Какой кошмар, господи, ну как хорошо подают информацию. Удивительно. Не верите мне? Серьезно, он может заставить роя с 100 тысяч полосатых насекомых покрыть все его тело, и они не будут его кусать. Пчелы становятся агрессивными, если угрожать улью. Но это не все. Гэри способен приказать миллиону пчел последовать за ним куда угодно. Что? Но как? У него имеются два метода для этого. Первая система поощрения. Если пчелы выполняют задание... Он дрессирует пчел? Ребята, всякое можно делать, но дрессированием пчел я бы точно не занимался. Но те, у кого пасеки, те нормально бабок имеют. ...получают особый сахарный раствор, сдобренный растительными экстрактами. Второй способ это создание формулы мощного феромона матки, который вызывает влечение пчел к ее обладателю. Ого! Я бы точно выбрал вкусную награду вместо феромонов, но я-то ханжа. Хотя Гэри больше никто не жалит, он посчитал, что за всю карьеру пчелы кусали его 75 тысяч раз. Минимум. Это явно было больно. Никакой пассион не справится с такой болью. Лед и пламень. Люди склонны к соперничеству и мы вечно соревнуемся. Будь то борьба пальцами ног, экстракт. Боже, а что еще есть? Какие еще есть способы? Трим-глашка или такое явление, как соревновательная сауна. Уже было в каком-то ролике в это факто про сауну, где чувака выносили. Показники сидят в бане с температурой 110 градусов Цельсия столько, сколько выдержит их тело, словно лобстеры в ресторане. Каждые 30 секунд в угольную печь наливают больше воды, которая испаряется и становится все жарче. Побеждает тот, кто выйдет последним. Да. Интересно, правда? Нет. Нет. Это было, короче, в выпуске про глупые смерти. Это звучит, как самое глупое соревнование на свете. Ну, ладно, некоторым, вон, бейсбол нравится. В спорте должен быть чемпион. И в мире сауны это финн по имени Тима Кауконин. Мельчайший, как его назвать, саунер. Саунист. После 11 лет, что шел чемпионат, он умудрился победить аж 5 раз и установил рекорд по самому долгому пребыванию в сауне. Руку ему кто-то держал. Прикинь, какая вонючая подмышка в этот момент была. 16 минут 15 секунд. В чем секрет? Ни в чем, просто упорство. Он, восприимчив к жаре, просто переносит высокую температуру. Но после чемпионата до 10-го года 70% кожи Тима было повреждено, равно как и легкие и дыхательная системы. И он пробыл в коме 6 недель. Зачем вообще идти на такое? Хотя Тима, к счастью, выжил не всем так повезло. Из-за смерти во время чемпионата соревнования наконец-то отменили навсегда. А значит, рекорд Тима до сих пор не побед. Я все равно не понимаю, в чем смысл. Это король жара, но что насчет короля холода? Не считая меня, бесспорным чемпионом в этом плане является голландский атлет Вимхофф. Он побил множество рекордов на холоде. Пробежать полумарафон по снегу в одних шортах? Легче легкого. Просидеть в ледяной ванне почти 2 часа? Да. Или может проплыть в холодной воде под слоем льда больше 60 метров? Не вопрос. Вы знаете, это все напоминает мне моего одногруппника. Все того же, который дул грелку. Он именно воспитывал себя сверхчеловека. Сколько мы вместе учились. Ну, у него получалось. Реально. То есть, когда зима, я иду в пуховике куда-то там, ну, куда-то иду, не столь важно. Он бежит ко мне навстречу в одних шортах. Не то, что шорты, а шорты, которые, знаете, как трусы. Дело в том, что он разработал дыхательную технику, которую назвал, конечно, метод Вимахоффа. Сочетание расслабления и глубокого дыхания насыщает кровь кислородом и высвобождает такие вещества, как дофамин. Благодаря им при низких температурах ощущение дискомфорта может превратиться в эйфорию. Также Хофф ежедневно выходит на холод и приучил себя выдерживать экстремальные температуры и нормально при этом себя чувствовать. Ну, вообще, говорят, вот поэтому и надо принимать контрастный душ, потому что есть шанс того, что ты, типа, радостный выскочишь, тебе не будет хреново, тебе, наоборот, будет классно, ты будешь такой «О, О, хорошо, хорошо». Здорово. Но не для меня. Я испытываю эйфорию, сидя под одеялом. Каждому свое. Стоит только зайти в интернет и на тебя обрушиваются фотографии мускулистых мужчин из парти... Смотря, куда ты заходишь в интернете, это очень важно уточнять. Стоит только открыть интернет, на тебя обрушиваются фотографии мускулистых мужчин. Так, я что-то у себя такого не наблюдаю. ...эктивных дам, но упражнятся перед зеркалом прошлый год. Что делают настоящие силачи? Просто посмотрите на Джона Холтума. Он родился в Дании в 1845 году, а через 30 лет он стал знаменитой целью для пуша. Что, простите? Все именно так. Его помощник заряжал пушку снарядом весом 23 килограмма и поджигал ее. После оглушительного взрыва ядро летело в сторону Холтума, который стоял на другом конце стены, одетый только в нагрудную накладку и перчатки. Предполагаю, что трусы на нем тоже были. Тогда было не время щеголять достоинством, а на фоне ядра все выглядит меньше. Так или иначе... Спасибо за это уточнение, я даже не думал, спасибо. Джон всегда ловил летящее ядро. Ну, можно же поймать и внизу. Маленьких джонников больше бэби-джонов не будет. Даже несмотря на перчатки, он мгновенно его бросал на землю, потому что оно было очень горячим. Было бы неловко получить ожог после того, как в тебя выстрелили из пушки. Неудивительно, что из-за ошибки во время обучения Холтум остался без пары пальцев руки, но это его не остановило. В свое время он был настоящей знаменитостью. И его смелые трюки сделали его популярным среди дам. Многие из его поклонниц так беспокоились, что Холтум получит серьезную травму, что они объединились и попытались добиться запрета на его шоу. Да, фанатки. Ты уверен, что это фанатки были? Был ли там какой-то... Не хейтер же первые в мире. Но Джон предлагал 3000 франков, а сейчас это 19000 долларов, тому, кто повторит его трюк, и никто не решился рискнуть. Я понимаю, почему. Даже 100000 долларов не убедили бы меня согласиться превратить себя в бублик. Человек-огнемет. Знаете, в детстве я мечтал сбежать с цирком, но мой папа сказал, у нас уже есть бородатая женщина в доме твоей бабушки. Юморит сегодня, да? Ха-ха, раз за разом. Но моя бабушка бы не сравнилась с Хаджи Али. Этот загадочный водевильный артист, как считается, был родом из Египта, но точно не... Водевильный? Это типа имеется в виду, что выступал на сцене в водевилях, поняли? Легкие комедии. Известно. И его трюк был интереснее отращивания бороды. Али проглатывал разные вещи, а потом изрыгал их в том порядке, в каком ему заблагорассудится. Никакого обмана. Он просто научился сжимать мышцы желудка и горло по желанию. Благодаря этой способности Али мог колесить по свету. Он приучил себя изрыгать все, что угодно. От живых золотых рыбок до часов... Хоу, рыбы! Я-то жареную не ем, я живую жрал. А нет камней и бильярдных шаров. Я бы не пришел на его званый ужин. Да. Если он не мог добиться масштабного успеха, он добился удивительных результатов. Гвоздем программы Али был такой трюк. Он пил воду, потом легковоспламеняющийся керосин и становился огнеметом, извергая огонь на реквизит, который стоял на сцене. С ума сойти можно. Ну вот такое у меня происходит каждый вечер, когда он мне изжог. Я на реквизит, конечно, не извергаю огонь, но будьте уверены, драконом я себя ощущаю. Я бы не хотел сидеть в первых рядах рядом с этим вулканом. Но не хочу потерять свои брови. Газовый гигант. Ха-ха, блин, страшно представить. Ну ладно. Всем хочется, чтобы нас запомнили хорошими людьми. Но некоторые вписывают свои имена в историю очень странным способом. Как Жозеф Пужоль. Вскоре после окончания школы он обнаружил необычное свойство своего организма. Так-так-так. Славая в море он задержал дыхание и опустил голову под воду и вдруг заметил одно весьма непривычное ощущение. Холодная вода попала в его зад. Пужоль выяснил, что управляя мышцами брюшного пресса он может втягивать воздух через выходное отверстие и контролировать его выход оттуда же. Так-так-так-так-так-так-так. Ну а какая-нибудь вот если бы зэком был, цены бы ему не было бы. Худшая история о происхождении почтальон было бы кличем. О происхождении супергероя. Но трюк Пужоля как ни странно обеспечил ему место в самом Мулен Руже в Париже в конце 19 века. Так. Он выступал как Ле Питаман или Пукаманьяк. На своих выступлениях он играл на окарине через трубку вставленную в зад и задувал свечи с нескольких метров. Хотите увидеть его в день? Нет-нет-нет. А есть видео? Сначала сказал нет, потом заинтересовал меня. Если вы в наушниках осторожнее. Ах, представьте, каково выходить на сцену после него. Но это не пищеварительный газ, а воздух. И запаха не было. Поэтому он мог подушить свечу, не боясь, что станет пукающим огнеметом. Но, к сожалению, как... Да, ну смотри, а что ты скушал перед этим? В то время не особо тоже пища такая была прям классная. Легкий фонтан с юшки. Рейера Пужоля продлилась недолго. После начала Первой мировой войны он открыл фабрику по производству печенья в Тулоне. Вот так пукающая звезда стала просто готовить печеньки. Удивительная судьба. Ну не всю же жизнь этим заниматься, пердеть на сцене, ну в натуре. Неуязвимый Дажо. Мы уже обсудили невероятных цирковых артистов, но ни один из них не смог бы победить Мирина Дажо. Буквально. У этого голландца случилось духовное пробуждение в 33 года, и он уверился, что его тело неуязвимо. Во время выступления он просил воткнуть в него рапиру, длинный тонкий меч, и с ним ничего не происходило. Да ладно, ну как это? Это невозможно, в смысле? При этом рапиру втыкали в сердце легкие почки. И это безобезболивающее. Врачи были озадачены и неоднократно проверяли его, чтобы понять, как он вообще остается жив. Может у него искусственная сверху кожа была натянута? Однажды Дажо продемонстрировал свои способности без проблем, пройдя с рапирой через всю больницу в рентгеновский кабинет. Результаты рентгена показали, что хотя в его тело был воткнут меч, никаких травм не было. Как это нафиг возможно? Почему вы не сохранили гены этого типа? Как? Когда рапиру извлекли, не считая небольшого следа, Дажо был в порядке. Это в прямом смысле сверхчеловек. На самом деле никто не знает, как он совершал этот трюк. Он прожил какое-то время в Индии с факирами, которые проделывают похожие вещи, но ни один из них не достиг ничего такого же уровня. Достижения Дажо противоречат законам природы. Это оттуда пошло типа выражение до жопы. Типа делай, не делай мне до жопы. Было мало играть роль подушки для мечей, и он продолжил проделывать странные трюки, один из которых оказался смертельным. Вряд ли вас удивит, что Дажо был слегка не в себе. Больше, чем можно было бы ожидать от протыкающего себя человека. 11 мая 48-го года голоса в голове сказали ему съесть стальную иглу. Хирургам из Цюриха удалось извлечь ее два дня спустя. Дажо оставили в больнице, чтобы следить за выздоровлением. Когда его выписали, он доказал, что здоров, прогулявшись по Цюриху как ни в чем не бывало. Значит, он не пострадал, но не совсем. Спустя 10 дней он уже лежал в кровати, погрузившись в похожее на транс состояние. Через два дня он скончался от разрыва аорты. Его сердце разорвалось на части. Карьера Дажо продлилась три года, но его трюки и кончина до сих пор озадачивают людей. Чего интересно тоже? Через 10 дней он того немножко свихнулся и разорвало сердце демониной какой-то попахивает. Совершенно сумасшедший человек. Фух. И на этом мы заканчиваем. Вообще, просто такой набор какой-то истории абсолютно безумный. Да уж, ребятки, напишите мне в комментариях, кому вы верите, кто реально мог это делать. пердун, ладно, там я могу поверить. А вот этот тип, например, который под конец, тык, которого протыкали. Ну или если у вас есть, например, желание обрести какую-то способность, тоже напишите в комментариях, если она какая-то необычная, не банальная, типа летать или, как я, путешествовать во время. А это был ВТФАКТ. Странные суперспособности у людей. Если вам понравилось, смотрите вместе со мной, обязательно тыкните лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Залетайте в мой Телеграм, а также на игровой канал. А с вами был Дима, типа то. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok